Алик, для названия сомчества, правительства, мастерства, мастерства, да. Наконец-то, да. А, непонятно. В общем, я хочу вам... ...правого, где-то понятно... ...показаны удалённые слушатели, которые в их аудитории установлены на камеру, а те, кто не выводит на какую-то компьютер, который поступает сюда. Да, это вот здесь представлено с открытым кодом системы вот вверх и правом углу, open readings, довольно прямая в нашей ки. Добро пожаловать транслировать серв-голос, текст в чате, предположение в своей камере и бросать скрин-шопы с вопросами на белую носку, которые были сделаны от других участников этих инференций. Ну, тоже, какие-нибудь инференции. Да, в чате. Так, ну что? Обеспечивают чтение рекции, обеспечивают регистрацию, обеспечивают вопросы, откуда ответственность на аудитории, откуда-то в небольшом количестве, где-то там, в порядке, в порядке, в порядке, в порядке, в порядке, в порядке, в порядке. И дальше за каждым этого наклада осталось некий рекордант, который позволит потом с этим инференциям работать. Добавлять к нему комментарии к этому видеоряду, добавлять туда, может быть, видеодиологию по обсуждению, добавлять ссылки на источники, разумеется, полный текстовый поиск, в порядке, в порядке, в порядке, в порядке. Я хочу сказать, что мы возьмем, если его подъем, знаешь, сейчас порад, мы все его решили, но порад, мы только в мире сроком, только своих, ну, например, в послуженном сете сейчас нанотехнологии немножко побогаче, в порядке, в порядке. И поэтому, если у нас было, когда там, мы ведем, вот вчера, везут, ну, циклорекции, в порядке, в порядке, они идут практически для, в порядке России, но практически всего СМГ. И там как раз, значит, немножко по-другому, национальная задача решается, в порядке, в порядке, в порядке, в порядке, что лектор может любой материал дополнительно подробно сделать это для того, что можно сделать это для того, что он может сделать это для того, что все это было. Те, конечно, Update, number 1. Это очень здорово, а мы все, что мы снимаем, все это вместе. Вопрос, как это фиксируется. У тех старицовских по-моему, так, если, они сразу, они сразу в это выводят судьба. Ну, это очень дорого, то есть, у нас решение, что в вопрос, есть разные способы решения, есть разные, Продолжение следует... 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 Если он решит, то все-таки сохранить аниматорские правды, а не один. Да, у меня ответ в том, что наша система, по крайней мере, позволяет, по-моему, что предполагает достаточно симпатичное общение между студентом и про-бастером. Для возможности только ученику, студенту, аспиранту, физиологическому владителю, который находится в группе на ЦИЗНОУШРА, встречаетесь с пострадом. Многие будут ученые. Ученые взяты председателями. Они дают огромные деньги, собираясь на линейксерию раз в году где-нибудь. Вместо того, чтобы в некоторых визы не трогали их умение. Это бывает очень часто. А человек может уязвать конкуренции практически без ущерба визуальных данных. Он же в нашей основании. А конкуренции где угодно? Не важно, что возможно симметричное изношение такого монаха, который не попасть. Всем повсюду на ночь. Да, но вообще, это вопрос другой совсем, не совсем наш. Это этики, это подействие преподавателя профессора и студентов. Он правильный вопрос. Но мне очень нравится форма, она сейчас в мире процветает. Когда, если что-то на занятиях будет новое, то есть монография, учебники. Тогда же профессорский состав приводит по глине того, кто был это, который сохраняет историю вопроса. Кто из студентов привел к решению элегантного доказательства. Это авторское право даже, что это можно, хотя, может, оно не будет. Благочисленное использование необходимо. Но, в принципе, это правильно. Я хотел еще сказать, что... Да, да. Я хотел еще сказать, что когда вы занимаетесь обратно снятием своей студии, возникает такая новая вещь, как законописационных данных. Мы не можем показывать физиономию вашего школьника или студента без его согласия и так далее. Это тоже послуживает. Правильно. Просто спасибо. Уже в работе в порядке, хорошо? В работе в порядке. Так. Спасибо. Ваши институты нет? Нет, Ваши. Так, теперь Сулановский, пожалуйста. Директорные программы для обучения на глине. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я не знаю, что мы обучаем. Я не знаю, что мы видим, что мы подаем. Все можно вращать, с любой стороны разглядывать. Дальше. Пошаговые шаги. Раз, шаг, два, шаг, три, шаг, четыре, пять, шесть, семь. Итак, вы все делаете по шагам. Вы можете двигать, показывать, как двигается и выдвигается этот шаг. Вы можете показывать параллельное сечение. Так, такая точка сечение. А, вот видите, вы можете разные сечение. Вы можете в любой момент развернуть окон в голову, раскрутить все, как я. Итак, сериометрия для учителя. Сейчас сделаю конструктор такого уровня. Так что вот. Фамилия Балабанова. Кто-нибудь, возможно, даже знает. Итак, вчера вечером я проходил мимо стенды в ГУ. Там сидели были ребят. Я сказал, у тебя размышленная задача. Как окружность поставить в угол? Вот есть угол, вот есть окружность. Задные рядом. Поставить в угол. Ребята, вы на вашем наструкторе можете мне сказали нет. Ну, я ушел, а потом прихожу. Я говорю, ну что, придумали что-нибудь. Я говорю, слушайте, у меня есть идея. Давайте вместе реализуем. Так вот, этот рисунок. Вы видите, файл называется Балабанов. Построил фактически сам Хоренюк. Я сейчас лечу. Вот смотрите, показываются какие-то объекты. Сферы. Для сферы. Для сферы. Вот А и В. Вот точки на границах. Точки на границах. А и В. Итак, две точки на границах. Их можно двигать, как хотите. Построение. У нас оказалось вдруг, что у нас нет пересечения трех сфер. Паренек сразу симпровизировал. Давайте сделаем две окружности. Видите, две зеленые окружности. Пересечение двух сфер. Еще двух сфер. Точка пересечения. И вот появилась эта самая окружность красивая, хорошая. И, как вы тут сказали, я думал, сказал, что, ну, хорошо, раз ты участвовал, наверное, когда у нас это останется, то останется и ваша фамилия. Потом я сказал, что, по-видимому, вы их неплохо знаете геометрия. Он скромно сказал, да, вообще-то я победитель российского первенства по геометрии по математике. Вот, вы можете посмотреть, убедиться, смотрите, окружность касается. Действительно, вот я вставлю так, видите, она касается. Давайте переверну, нижние грани. И нижние грани, вы видите, она тоже касается. Все честно, вписано в угол окружности, да еще и движется, как вы хотите, и так двигается. И причем мы с ним симпровизировали сразу задачи. Задача первая. Геометрическое место центра окружности. Ну, это есть в ширине даже. Задача вторая. Геометрическое место точек А. Куда я могу поставить точку на стенку, для того, чтобы можно было построить окружность заданного адреса? Вот радиус я, да и вот, пожалуйста, мы его меняем. Задача Б. Пусть мы зафиксируем точку А. Какие возможности для точки Б? Геометрическое место. Он сказал, что на его взгляд эти задачи великолепны, он будет думать и может быть решить. Хорошо, еще какая-нибудь... Телеша, у него тоже красивая задача, например, касание шести сфер. Касается шесть сфер, находится внутри полусферы. Найти радиус. Опять пошаговое решение. Клоскость, естественно, можно таскать вверх-вниз. И вот, на мой взгляд, то, что надо учить или часто. Вот смотрите, вы можете передвинуть, как хотите. Вот это сферы с вырезом. Видите, здесь вырезом. Оно вращается. Вы можете детям показывать и так, и так, и так. Откуда берется сумма радиусов? То есть вы можете детям показывать. То, что мы наблюдаем, когда дети это видят, они как-то странно становятся умнее. Ну и, может быть, последнее геометрическое. Это шары один. Опять-таки, задача на десять одиннадцать. Разная задача. Пересечение цилиндров. Вот эти цилиндры пересекаются. Как найти объем тела, образованного в них пересечении. Шаг, два. Вот они уже вырезаются. Вот эти линии, это строится честно. Я сейчас щелкну сюда, еще это направление. Вы видите, появилось уравнение. Уравнение, которое называется линия. Это может быть полезно высшей школе, когда им будут эти вещи строить. Я понимаю, что школьник не будет это уравнение охватить. А вот высшей школе можно. И дальше вот это тело. Вот пошла секущая плоскость. Вот вписанная окружность. Вы можете двигать. Вот смотрите. Вот сечение. Вы можете посмотреть. Рассмотреть сечение с разных сторон. Увидеть, что здесь действительно вписанная окружность. Вписанная шестиугольник. Отношение. Пощадить. Принцип поводить. Замечательно. Я закрываю геометрию. Надеюсь, Вы поняли нашу геометрию, как сделано. Здесь все делается с экрана. То есть учитель может все сделать сам. Алгебра. По алгебре мы пошли по другому принципу. Здесь задач меньше в каком-то смысле. Поэтому учитель не делает сам. Учитель работает с подготовленными матерцами. Периодические функции заданы на промежутке. Вот смотрите. Пошаговое решение. Я иду по шагам. Какую функцию? Как ее делают? Вот она появляется. Дальше я могу менять коэффициенты. Вот я меняю коэффициенты. Вот все как играет. Все коэффициенты. Все можно менять. Дальше. Можно период менять. Пожалуйста. Вы можете граничные точки менять. Видно, да, что точки прыгают, что меняются. Чертные и нечетные функции. Пожалуйста. Ты пополам. Разного включения можете делать. Это все по шагам можете пробежать. Вот те важные вещи, которые очень часто вам надо объяснить. В этом случае, скажем, функция корректная. А вот в этом случае функция, если так, ну, здесь, например, тут уж точно не корректная. Три точки. И дети видят эти точки. Довольно смешно, но те дети, которые возятся с этими программами, почему-то уже второй год становятся чемпионом Нурманской области. Или лицеи, или гимнатель 14. Таких работают с этими программами. Дальше. Да-да, я понимаю, я все в греческих не понимаю. Так. Квадратный трехсанс параметров. Понял? Квадратный трехсанс параметров. А, ну, вот видите, вот вы можете показать, что происходит, откуда берутся точки, и сколько этих точек. Естественно, что все вы можете двигать, все коэффициенты все двигаются. Видите, уравнение все меняется. Пошаговое решение тоже идет. Закрою графику. Полное пошаговое решение. Многие говорят, что это уравнение с молдой. Так, а здесь уравнение неравенства с молдой. Схема. Вот. Опять-таки, вы можете им показывать, как оно меняется, что тут происходит при рамке оффициентов. Почему иногда одно количество кормей, иногда другое. А тут вообще, вы видите, как проверяется. Вот задача с параметров. Опять-таки, пошаговое, пошаговое, пошаговое решение. Ответ. Можете проверять, показывать эти точки. Алгебру мы сделали всю, от пятого до одиннадцатого класса. У нас там есть игры. Вы знаете, игра большая. Игра ним. Там граммы. Причем большое количество. То есть это не... Ну, в общем, очень много материала. И стараемся... Вот скажем, учитель сказал, вот у нас есть понятие фонтан и фонтанчик. Когда вы сколки разбираете. Мы сделали фонтан и фонтанчик в седьмом классе, скажем, увидите, если захотите пользоваться фонтаном и фонтанчиком. Мы это сделали, но, к сожалению, показывает, нам пока не удаётся. Ну, хорошо, что мне дали действительно семь. Ну, большое спасибо. Вопрос, пожалуйста. Так, значит, открыть. Открыть. Да, для учителей. Вот там видите слова. Методичка. Это, скажем, расписанная методика, как данным файлом пользуются и так далее. Сайт ДЕУМА. Собственно, в любом поисковике... Доступная естественная образная математика. Заходите в любой поисковик, он вам выдаст.